Здравствуйте, меня зовут Анна Лукьянова, и в этом видео я хочу затронуть очень важную тему Как разговаривать с детьми о сексе? Главная проблема состоит в том, что тема секса у нас в обществе табуирована И мы вообще не привыкли о ней говорить открыто Мало с кем из нас родители разговаривали на сексуальной теме И когда мы хотим поговорить со своими детьми о сексе То обнаруживаем, то не знаем, как это сделать Как-то стыдно нам И возникают вопросы А может быть и не нужно об этом разговаривать А какие слова подобрать А в каком возрасте это начинать и так далее И очень нам мешают ложные знания Как-то так считается в обществе, что придет время, и человек сам разберется Ну, с нами же не разговаривали о сексе Ну, нормально, как-то же разобрались Научились И это огромное заблуждение Ложно предполагать, что секс это второстепенно и неважно А на самом деле сексуальная жизнь И то, что происходит с телом человека Это одно из самых важных знаний Которые вы можете дать своим детям Если вы не разговариваете с детьми о сексе То они получают знания где-то еще Потому что эта тема как раз важна и очень волнует И вы себя тоже можете вспомнить Насколько это было вам важно И знания они получают в плохих компаниях В интернете сейчас А в интернете очень много противоречивой информации Много грязи, много страшилок И совершенно ребенок оказывает ситуацию Кому не знает, кому верить, на что опираться И именно поэтому, из-за того, что нет адекватной информации И поддержки со стороны взрослых Кому можно доверять С детьми случаются очень страшные вещи Это и ранние беременности И несчастная любовь с попытками самоубийства И изнасилования И на самом деле практически у всех Есть менее страшные последствия Но не менее печальные Потому что умалчивая какую-то тему Ребенок воспринимает ее как нехорошая То есть, ну, раз об этом не говорят Значит, что-то там нехорошее А меня в эту тему толкает, влечет Она мне важна Мне важно знать о сексе все Мне хочется им заниматься А это нехорошо И значит, это со мной что-то не так Раз меня бросает в эту нехорошую тему И эти последствия остаются надолго в душе человека И как-то влияют на его последующие отношения Решение, конечно, существует Конечно, нужно о сексе разговаривать И вообще 80% любых проблем Можно было решить Если бы люди вот так спокойно И доверительно поговорили бы о них Именно поэтому я и сделала курс Как разговаривать с детьми о сексе Для кого этот курс? Ну, очевидно, конечно, для тех родителей Которые хотят дать своим детям Достоверную информацию Как-то по-доброму с ними поговорить И им нужны подсказки Как и когда это лучше сделать Ну, вот меня просил этот курс Мужчина, который сам воспитывает дочку Она у него взрослеет Появляются вопросы, на которые он не знает Как отвечать Бабушка двух чудесных внучек С которыми она очень душевно общается И тоже подходит возраст Когда нужно разговаривать Девочке разных возрастов И как разговаривать одинаково Или по-разному, она не знает Мамы тоже писали и просили помощи Более того, я считаю, что курс будет полезен И всем людям Потому что мы сами были детьми И в свое время с нами родители не поговорили И мы храним как раз в душе Неверные представления о самом себе И своей сексуальности Какие-то стыдности Какие-то искажения И они в нас сидят А в курсе я их просто проговорю И просто может для вас самих Наступить какое-то облегчение Господи, да все понятно Просто хорошо И все со мной было хорошо А значит и сейчас Я вполне себе ничего Ну а конечно, если есть дети И вы их планируете Курс будет очень хорошей подсказкой Как разговаривать на столь интимную тему Что будет в курсе Я расскажу о том Как отличаются разговоры Подход к сексу Такой интимной сфере Между родителями и детьми В разных возрастах То есть До 7 лет Мы подбираем слова И говорим так о сексе После 7 до 11 Немножко другая ситуация Что происходит с ребенком И как вы реагируете Ну и подростковые вещи Там совсем другая уже история Конечно, мы разберем с вами Ситуацию Почему так сложно говорить о сексе И как преодолеть вот эти сложности Как отвечать на вопросы детей Откуда берутся дети А что дядя делает с тетей А почему мальчиков устроено по-другому И так далее, и так далее Я вам расскажу Как реагировать на игры в доктора Что это означает Если вы увидели, что ваш сын Играет с какой-то соседкой Как на это реагировать Мы поднимем вопрос Про детскую мастурбацию Плохо, это хорошо Опять же, как реагировать Что делать Если ребенок застал вас За интимным занятием Вы занимались сексом И ваш сын или дочь Зашли в комнату Что делать Кто должен купать вашего ребенка И с какого возраста Ребенок должен мыться сам Мы обсудим пляжные моменты Когда с купальниками Там с плавками Когда их одевать Когда не одевать Поговорим о семьях нудистов Хорошо это или плохо Становиться ли вам нудистами Или как реагировать на семьи нудистов То есть что здесь Как поступать Я расскажу Можно ли смотреть детям Эротические сцены из фильмов Тоже этот вопрос есть А вот что Выключать телевизор Или Ну как Как себя вести Я вам обязательно Расскажу О детской сексуальности О подростковой сексуальности Что меняется Восприятие ребенка В каждом возрасте Это важно знать Как И какие правила безопасности Нужно объяснять детям Как себя вести Да С чужими людьми Мы поговорим О подростковых волнениях И уже здесь Подростковый вопрос А я красивая А что нравится Мальчикам Что нравится девочкам И так далее Расскажу Как реагировать Если ваша девочка Там Очень сильно изменилась Была хорошей А вот стала отбиваться от рук Что с ней происходит Расскажу об ошибках В общении с подростками Чего не стоит Говорить Или как себя вести Конечно Я вам подскажу У вас есть этот вопрос В каком возрасте Можно заниматься сексом То есть разрешать Не разрешать Как вообще здесь быть Разрешать ли ночевать Вне дома С какого возраста Там игры в бутылочку Подростки играют Первая любовь Вот как Что здесь реагирует Да И конечно Затрону проблемы Первого раза То есть когда Первый секс Предстоит вашему Там сыну Дочери Тоже что здесь делать То есть в общем-то Много вопросов Я постаралась Тут охватить И чтобы получить Курс ответами На эти вопросы Вы можете Щелкнуть на кнопку Заказа Под этим видео И следовать Подсказкам системы Спасибо За внимание Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok